Сегодня займемся чисткой операционной системы ноутбука после длительной его эксплуатации. Актуально это для ноутбуков, которые стали со временем работать очень медленно. Но происходит это потому что со временем с установкой различных программ появляется большое количество процессов, которые сильно нагружают систему. А также из-за накопления большого количества файлов компьютеру становится сложнее осуществлять по ним поиск. Прежде всего любой компьютер нуждается в очистке от вирусов периодически с помощью комплекса антивирусных утилит. По этому поводу у меня есть отдельный ролик, ссылочку на который я оставлю в описании. Обязательно посмотрите его и обязательно выполните очистку от вирусов. Это первый пункт, который вам необходимо выполнить. Прежде чем мы начнем с вами следующие действия, обязательно создайте образ системы или создайте точку восстановления. Это необходимо, если в случае каких-либо неудач или кривых рук вы все могли восстановить так, как было. Следующим шагом удаляем все временные файлы, а также иные продукты при работе операционной системы. То есть все ненужные захламления. Для этого переходим в свойства жесткого диска, очистка диска, далее очистка системных файлов и выбираем все, что нам необходимо удалить. Если не хотите удалить ничего лишнего, повторяйте за мной. Нажимаем ОК, удалить файлы и на этом все. Следующим шагом переходим в панель удаления программ и удаляем все ненужные программы. Не нужно здесь накапливать программы на все случаи жизни, лучше оставить самый минимум, те которые вы используете обычно. Конечно же я не могу показать вам универсальные программы, которые следует удалить. Все зависит от определенных условий. На каждом из компьютеров эти инструкции будут уникальны. Могу лишь дать несколько советов. Во-первых, оставляйте всего лишь один браузер, остальные удаляйте. Не нужно вам иметь их несколько. Если вы не знаете, что за программа присутствует в списке, то необходимо загуглить по ее названию в интернете, чтобы точно знать, что удаляешь. Следующий совет, не удалите случайные драйвера. Лучше, прежде чем удалить какую-либо неизвестную программу, еще раз загуглите. Убедитесь, что это не драйвер, необходимый для работы устройства. Также на ваше усмотрение удаление утилит от производителя. К примеру, Asus Gift Box. Его я удалю, потому что она малозначима именно для человека, который пользуется компьютером. Так что будьте внимательны, возможно, данная утилита, которую вы собираетесь удалить, в принципе, вам может быть важна. Один из пунктов, который нам поможет очистить систему, это диспетчер задачи. О нем расскажу чуть позже, а пока что я его использую для удаления ненужных программ. Обратите внимание на потребляемые ресурсы процессора, а также оперативной памяти. Нажав на память или ЦП, вверх поднимутся процессы, которые потребляют наибольшее количество производительности вашего компьютера. Здесь мы сразу же видим, что за программы это делают. Затем удаляем их или отключаем. Ну а теперь про диспетчер задачи. Обратите внимание на показатели вверху, ЦП, память, диск, сеть. Здесь указана нагрузка в процентах на ваше устройство. Ну а чтобы узнать, какие процессы нагружают систему, мы должны поглядеть в левую колоночку. Здесь указаны процессы программ, а также системные службы, операционные системы, которые на данный момент выполняются. Вверху нажимаем на одно из устройств, то есть на ЦП, на память или на диск, чтобы узнать, какие из приложений потребляют наибольшее количество ресурсов. Естественно, они окажутся в самом верху. Здесь также нет универсальных инструкций, потому что от компьютера к компьютеру процессы могут различаться. Здесь также актуальны советы, что я давал выше при удалении программ. Например, в моем случае самый потребляемый ресурс это антивирусный защитник Windows. И на свой страх и риск я отключу защитник Windows, а также бренд Мауэр. Как это сделать, вы также можете найти с легкостью в интернете. Моя задача просто направить вас. Следующим шагом, не выходя из диспетчера задач, переходим в автозагрузку. Это актуально для Windows 10. В Windows 7 немножечко делается иначе, позже покажу. И теперь в автозагрузке выключаем максимальное количество программ, чтобы при запуске операционной системы они не запускались. А если нам они и нужны, мы всегда сможем включить их вручную. Например, приложению U-Torrent не нужно запускаться каждый раз при включении операционной системы. Мы его будем включать только тогда, когда нам нужно. Поэтому выключаем его здесь. А вот драйвера здесь ни в коем случае не нужно выключать. Например, каталист Control Center должен быть включен. Далее на клавиатуре нажимаем сочетание клавиш Win plus R, пишем MS Config и попадаем в настройку служб операционной системы. Обратите внимание, что вверху есть вкладка автозагрузка. Там мы можем выключать автозагрузку для программ, актуально для Windows 7. Вернемся к службам, ставим галочку не отображать службы Microsoft внизу и далее смотрим, какие службы мы можем отключить. Здесь я отключаю все службы, касающиеся Adobe и многие другие. Здесь также важно понимать, что драйвера отключать нельзя, а также если отключить службы некоторых программ, то они вообще перестанут работать. Например, игровой клиент Steam без включенной здесь службы работать отказывается. Помните, если вы отключили здесь какую-либо службу и потом у вас не запускается программа, то вернетесь сюда, включите ее, перезагрузите компьютер и все вернется на места свои. Выполняем очередной шаг. В поиске вводим планировщик заданий. Переходим в него. Открываем библиотеку планировщика. И здесь записаны все задания, которые будут выполняться программами. Так скажем, расписание программ на выполнение. Именно поэтому, работая за компьютером, в определенный момент вы можете наблюдать просадки в производительность. Рекомендую здесь отключить все задачи Adobe, а также все задачи, связанные с обновлением каких-либо программ. И впоследствии лучше обновлять их вручную. Не советую здесь отключать утилиты, которые создают точки восстановления вашей системы. Здесь все то же самое. Если вы чего-то не знаете, введите название задачи в интернете. И если задача вам не важна, то с легкостью выключаем ее. Также мы можем пощелкать по папкам слева и что-либо ненужное тоже здесь отключить. За исключением папки Microsoft. Там лучше ничего не выключать. Также хочу вам рассказать про одну из противнейших вещей. Это телеметрия. Это функция, собирающая и отправляющая статистику компании Microsoft. Она тоже с достаточно частой периодичностью просаживает производительность на вашем компьютере. Ее, конечно, можно полностью отключить. Такие способы существуют. Если вам это интересно, загуглите снова. А я всего лишь покажу, как уменьшить ее деятельность. Для этого переходим в параметры. Конфиденциальность. Находим здесь диагностика и отзывы. И выставляем основные настройки. Не полные, а основные. Так данных будет отправляться меньше. Один из последних пунктов нашей очистки или настройки это дефрагментация диска. Заходим в мой компьютер. На локальном диске C нажимаем правой кнопкой мыши. Свойства. Сервис. И находим здесь оптимизация и дефрагментация диска. Нажимаем оптимизировать. Выбираем наш диск C и нажимаем оптимизировать. Я этого делать не буду, потому что я это сделал. И здесь важный момент. Если у вас SSD, а не жесткий диск на магнитных накопителях, то здесь делать ничего не нужно. На SSD-шниках дефрагментация, как правило, не делается. Связано это с тем, что жесткий диск на магнитных накопителях, сохраняя файлы, разбрасывает его фрагменты по всему диску. И компьютеру требуется больше времени для того, чтобы их собрать. Ну и естественно, дефрагментация собирает все эти файлы в кучу, и операционная система работает намного быстрее. Ну и последнее, что я сделаю после этой очистки, это максимально тонко настроить операционную систему на максимальную производительность. О том, как это сделать, у меня есть несколько видео на канале. Это актуально и для 7 и для 10 Windows. Ссылочки на ролики оставлю в описании. Обязательно рекомендую посмотреть эти ролики и произвести настройку вашей операционной системы. Конечно же, чтобы не выполнять все то, что мы делали с вами, вы можете воспользоваться уже готовой утилитой по автоматической очистке операционной системы. И конечно же, хочу подвести итог по данным инструкциям. Чтобы вы хорошо понимали, я делал все эти манипуляции на определенном устройстве. На определенном компьютере, со своими специфическими особенностями, со своими программами и со своими утилитами. На вопрос, почему я не показал подробно, какие можно процессы, например, из диспетчера задач удалять, а какие нет, я не могу вам ответить, потому что везде они разные. В любом случае, у вас все получится. Обязательно подписывайтесь на канал, я сниму еще огромное количество полезных роликов для вас. Спасибо за просмотр и доброго вам здоровья. Ну и конечно же, берегите свои компьютаторы.